Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семен и Чемоданах, с вами я, Славян. Ребята, я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Он будет очень насыщенный, очень информативный, и мы сегодня будем покупать билеты на наше дальнейшее путешествие. Также мы разберемся и приобретем есимку, также сделаем очень много важных дел, соберем аптечку и так далее и тому подобное. Короче, будет выпуск, заряжены наши сборы. Поэтому обязательно смотрите его до конца, очень много информации для себя здесь подчеркнете. Пишите комментарии, ставьте лайки и погнали. Когда все вопросы с ВНЖ и с машиной решили, пришли к морю. Сегодня очень тепло, все бегают, видите, в труселях, в купальниках. Наши детвора вот тоже, видите, подразделы, играют, Настенка. Это море, правда, я так ноги намочил, показалось, что прохладное. Ну хотя, ну такое, освежающее. Если сейчас поджарится на солнышке, а оно, между прочим, поджаривает, то, конечно, можно идти, можно идти купаться. Артем, как дела? Артем бегал, короче, и это, упал в воду. Родик, ты так не делай, Родик. Да. Ну, Тема дает. У нас даже с тобой нечего переодеться, он просто упал. Вот что ты знаешь конкретно про оверсайз? Что? Напиши в комментариях. А вот Артем знает толк в оверсайзе. Эйди. Красава. Сегодня берем паспорта. Вот так вот, в количестве 5 штук. Сейчас хочу сделать визу на Шри-Ланку. Почему на Шри-Ланку? Потому что мы в любом случае туда полетим. И на Шри-Ланку требуется только 2 визы. Это мне и Настенке. Дети до 16 лет бесплатно. Но мы еще рассматриваем Гоа. А на Гоа нужно делать визы всем. На Гоа лететь дешевле. И мы какой план придумали? Мы тут взяли блокнот, начали искать и простраивать маршруты, как дешевле полететь. Потому что, например, если строить из Анталии на Шри-Ланку, то это примерно 160-170 тысяч. А если покупать отдельные билеты, например, Анталия-Стамбул, а потом из Стамбула до Коломба, то, соответственно, цена гораздо-гораздо дешевле. То есть нам обойдется Анталия-Стамбул 13 тысяч билет на всех. Это с багажом. И Стамбул-Коломба на официальном сайте Air Arabia 112 тысяч уже с багажом. Представляете? Короче, прикольно. А если лететь, например, в Гоа, то билет вообще все вместе, в общем, и до Стамбула, и до Гоа будет стоить 106 тысяч. Что тоже великолепно. Но, короче, на Шри-Ланку сейчас в любом случае визы делаем, пусть они пока там обрабатываются, там в течение суток, по-моему, должен быть ответ. А дальше мы будем уже принимать решение, куда нам все-таки покупать билет. Изначально в Гоа и тусить там месяц, потом на Шри-Ланку, либо сразу на Шри-Ланку. Короче, пока не знаю. Где делать визу? Сайт yetta.gov.lk. Там дальше нет ничего сложного, вот выскакивает такая анкетка, при помощи встроенного переводчика мы это дело все переводим на русский и заполняем здесь сеграфы. Ну, здесь вообще стандартная анкетка просто, и если у детей паспорта нету, то их сюда же вписываешь. Если паспорт есть, то заполняешь на них отдельные анкеты. Так, нажимаем, значит, next и нас перебрасывает на снова данные, проверяем их и нажимаем куда-то сюда. Вот, и здесь, собственно, написано, что с меня будет 50 долларов, дети бесплатно, с меня полтинник. Так, дальше мы выбираем платежную систему, Mastercard, Visa, American Express. Здесь смысл в чем-то, что если Visa Mastercard, то плюс 4 процента, итого 52 доллара, а если American Express, то плюс 2,5 процента. Так, выбираем виза. Как мы помним, у нас есть карта турецкого банка, значит, платеж должен пройти, но сейчас посмотрим. Я оплатил визу себе и детям. А Настенка не поедет, шутка. А сейчас теперь Настенке будем оплачивать. И Настенке тоже оплатили. Ну что, 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 нас ждут великие дела, новые открытия. Мы оплатили визы в течение 24-х, они у нас будут на почте. Что-то надо делать будет дальше, не знаем, наверное, распечатать, но уже чуть позже увидите. А пока смотрите, море. Эх, средиземочка, все такой туман над морем. Погода портится, говорят, дожди будут через день, через два. Ну, а мы, может, через день, через два ты улетим уже, хотя не факт. Мы начинаем плавно собираться. Будем, скорее всего, брать один чемодан, так как у нас куча теплых вещей. И, типа, знаете, куртка, точнее, ветровка новая моя вообще мне не нужна. Настенкина вот такая есть у нее куртка тоже не нужна, шапки тоже. Сюда, короче, берем все кофты. С собой будем брать исключительно по одной кофте. И больше, я думаю, что на Шри-Ланке ничего, ну, ничего это делать не нужно будет. Ну, короче, чем полетим, то с собой возьмем. Бардак. Мирошка тоже, видимо, хочет в чемодане поехать, да, сынок? По итогу вот у нас получился вот этот розовый, вообще набитый вещами. Опа! Вот так вот, его где-то здесь мы будем оставлять, где-то здесь в Турции, короче. Наверное, у друзей либо в Алании, либо в Анталии, пока не знаю. Итак, повторюсь, что мы решили лететь сначала до Стамбула, а потом из Стамбула мы будем лететь вот либо в Гоа, либо на Шри-Ланку в Коломбо. Пока покупаем только в Стамбул. И, в общем, мы сидели с одного браузера, как лайфхак сейчас вам. Мы сидели с одного браузера, цена выросла уже с 13 до 15. Я думал, сегодня ночью купить билеты. В итоге, такой, думаю, ничего себе, ладно, утром разберемся. Утром захожу с другого браузера, и цена 13346. То есть, если бы сегодня ночью бы делал покупку, то сыграли бы в минус 2000. Это вот запоминать, что делайте это с разных браузеров, потому что они запоминают вас, что вы часто ищите и мониторите, и плавненько-плавненько поднимают цену. Самый геморрой в покупке билетов, это вводить все данные. Нас 5 человек, это, конечно, история затягивается. Начинаю покупать билеты, и тут такое. Смотрите, минус 1000 рублей на авиабилеты. Вы можете купить билет за 12 тысяч вместо 13. Для этого получите альфа-карту и оплатите ей заказ. Так вот, ребятки, я всегда говорю, что нужно иметь разные карты в разных банках, потому что от каждой карты вы получаете свои преимущества. А на карточку альфа-банка я оставлю ссылочку в описании. Поэтому переходите, оформляйте и пользуйтесь. А я продолжаю покупать билеты. Кстати, когда мы летаем на самолете, билеты мы всегда покупаем в авиасейлс. Я также оставлю ссылочку в описании. И, кстати, этот агрегатор принимает наши российские карты, что, конечно же, очень важно и выгодно, так как нам сейчас не нужно перегонять опять деньги на турецкую карту. Супер, оплачен. Первый билет мы купили, можете уже поздравить. Лед тронулся. У нас есть подвижки. Не знаю, должна ли прийти виза на почту. Вообще, как я вроде читал, что должно прийти какое-то подтверждение. Мы не дождались, хотя прошли уже сутки. Я решил вбить там на сайте свой номер и вот что увидел. Вот так это выглядит. И вот самое главное, что расчетное время прибытия утверждено. Если я правильно понимаю, то вот согласно этому нам разрешен въезд на Шри-Ланку. И получается, что мы можем приехать туда и нам поставят уже визы, наклеят в паспорта. Наверное, так. Но увидим позже. Классика жанра. У нас суббота. И мы куда идем? В Хамару-Сауну, потому что выходные. Вот так вот. Это наш заключительный здесь поход в сауну, а потом мы улетаем. Вот это мы напарились. Да, парни? Да, ну как, мы массаж делаем. Мы хорошо там воду наливаем, а я вот так, когда мы кулаками в воду забиваем у нас. Да. Фух, красота. Какой же кайф приходить. Сауну, выйти вот так вот на балкон. Единственное, что погода не очень. Ветра такие начали сильные. Вот так вот, видите, все тучками-тучками. Мы даже прогноз посмотрели. Это надолго затягивается. Так называемая зима. Про что я говорил, что февраль-марс здесь самое такое. Не очень. Да, хорошо, что мы улетаем. Готовлю ужин для всех и кое-как успел вот на такой прекрасный закат. Смотрите, солнышко еще чуть-чуть буквально и все провалится. Вот, посмотрите, показывал дожди-дожди. А вот сейчас хлопс и вот так вот распогодилось. Прекрасно. О, все, солнышко исчезло. Сейчас чуть попозже вот эти, наверное, все облака раскрасятся очень крутым цветом. У нас сегодня финальный день здесь. Наша задача сегодня с билетами разобраться. Потом нам нужно заказать, естественно, трансфер. Также нужно купить e-sim, чтобы у нас хоть как-то мы были на связи какой-то период времени, пока там до Шри-Ланки доберемся. Еще сходить в аптеку тоже покажу, что мы купили с собой в дорогу, как мы обновили аптечку. Ну, еще всякое по мелочам тоже буду показывать. Мы сейчас выбрали места в самолете. Сначала мы, получается, же летим из Стамбула в Шарджу, а потом из Шарджа в Коломбо. Вот, выбрали места, но это не так интересно. Сейчас выбираем питание. Я вот такого ни разу не видел. Смотрите, как здесь все прорисовано. Все прям так красиво. Вот, и ты вот можешь выбрать. И вот видите, написано бесплатно. Вот, мы что-нибудь выберем себе. Есть вторая страница еще. А, ну, бутерки. А, вот это уже гладно. Руб, 228 рублей. Ну, слушай, недорого. Помнишь, мы летали-то, когда он турецкий? Там вообще ценники были в космосе. Помню, на Вегасусе. Да-да-да. Ребятки, вообще не верится. Мы это сделали, и мы купили билеты. И полетим мы вместе с вами на Шри-Ланку. У меня нет слов. Это я туда еще не прилетел, а уже у меня радость-то полные штаны. А когда мы прилетим туда и увидим океан, у меня вообще ебнёв. Ох, ладно. Короче, это что-то нереальное. Единственное, что мы хотели купить билеты через авиакомпанию, и не получилось, потому что нужно было тогда с российской карты на деньги, на турецкую. Так они картумир и российские карты не принимают. Вот, поэтому мы через агрегатор делали. Через агрегатор тоже покупали билеты. Ссылку я всегда оставлю в описании. Тоже пользуйтесь. Но, по крайней мере, авиаселс принимает российские карты. Это очень и очень удобно. Сейчас скажем пацанам, что купили билеты, они не знают. И скажем, что мы летим на Шри-Ланку. Они капец как сильно хотят именно туда. Черепахи, природа, вот эта вот вся. Смотрите. Парни, мы купили билеты на Шри-Ланку. Реально? Мы поедем на Шри-Ланку. Ура! Родион! Родион, черепах кормить! Ура! В том году, когда мы здесь жили, мы пользовались услугами трансфера, когда переезжали. И писали всегда русскому парню, который здесь занимается организацией перевозки. И сейчас тоже ему пишем, чтобы он нам прислал на завтра трансфер. Сейчас я покажу по расценкам, если кому будет интересно. Вот, пожалуйста, например, Газипаша аэропорт Махмутлар 35, Газипаша аэропорт Алания 40. Вот, например, то, что нам нужно. Анталия аэропорт Алания 70 евро. Единственное, не помню от этого прикола. Анталия аэропорт, Газипаша аэропорт 65. Почему вот это дешевле, чем вот это? Так, ладно, пишем. Вот он нам уже ответил. Добрый день. Так, сейчас сделал перевод. 5 тысяч лир вывел на нашу карточку турецкую через Корону Пэй. Это нам нужно для того, чтобы, если у нас все-таки будет штраф в Стамбуле, оплачиваем, значит штраф. Там снимем просто деньги. Надеюсь, этих денег хватит и нам не загнут за 2 месяца. И плюс нужно будет заплатить за трансфер сейчас еще 1400 лир. Это 70 евро получается. И нужно еще арендовать квартиру. Тоже оплачивать с карты. Очень долго изучал вопрос по поводу e-симок. А в итоге я сделал свой выбор на сим-карте iRala. Сейчас вам покажу. В общем, здесь представлен разный выбор. Мы хотим выбрать вот этот вот. Discovery Global. Трафик 1 гигабайт. Срок действия 7 дней. Стоимость 9 долларов. Если вы хотите приобрести себе такую же сим-карту, то я оставлю там ссылочку в описании. По моей ссылочке вы сможете приобрести себе такую сим-карту. И получить бонусом 3 доллара себе на счет. Поэтому, если сим-карта нужна, оформляйте ее выгодным. Так, собственно, мы оплатили. 9 долларов. Нам тут на балансик сразу 0,45 центов упало. Благодарим за заказ. Так, как установить сим-карту? Сейчас будем изучать. Вот. У нас, получается, будет трафика на 1 гигабайт. Так, как у меня телефон лагает, поэтому будем устанавливать в Настенкин телефон. Сейчас будем разбираться. Ну, вот, собственно, смотрите. Wi-Fi отключен. Горит 4G. Заходим там, давайте, в любую вообще страничку. Например, вот в Яндекс. Чикс. Мау. Все? Все работает. Оказывается, так просто было. Вот. Ссылку я оставил. Ребятки, пользуйтесь. Мы теперь с интернетом. 1 гигабайт нам дается на 7 дней. Будем использовать только по назначению. Наша задача с этой сим-картой добраться до Шри-Ланки. Вы, наверное, помните, что парни тогда за нас заплатили штраф на таможне. В итоге я им пообещал отдать в долларах. 25 долларов. Темке отдал 25 долларов. Нашел тут у себя рублей 700 рублей. Родику вот еще отдал. Ага, зоточка. Ага, зоточка. Так, у нас в комплексе стоит аппарат. Для б.у. вещей. Не, не, не. Надо вытащить пакет. Короче, вот так вот. Чикс. Видите, там еще чьи-то вещи. И вот. Чтоб просто так не выкидывать, а кому-то будет очень нужно. Дети хотят поменять свои деньги. А ты свои достал? Ты свои достал? А у тебя есть деньги? Тебе дать? Нет. Как менять? А у вас больше нет рублей? А ну ты сразу бы дал, что ты сразу бы не дал, Артем? Потому что им надо пополам разделять. Ага. Ну, меняем рубрики на доллары. Родик, вот твои 9 долларов. А нам ничего не надо менять на доллары. Сейчас, я сейчас поменяю лиры. А вот же у тебя еще 50 рублей российские. Так вот, дай Артемке. Вы что, там уже рисовали все эти. Родик, это не только 50. Ой, что? Нет. Это Родик? У нас еще есть, скажи, все на доллары меняем. Я иду доллар. Что тебя не устраивает? Че, Родик доволен? А? Да. Единственное, что они поменяли монеты. Вот. Он говорит, нет, говорит, только бумагу меняем. Так, сейчас еще с банкомата с карты снимаем, значит, 2 400. 1 400 у нас будет за трансфер, а 1000 просто так с собой наличка, чтобы была на всякий случай. Я не знаю, как бы там ни было с этим ВНЖ, но мы, в принципе, уже говорили, что мы не обиделись, но люди здесь вообще великолепные. Они очень богатые. Вот мы зашли, смотрите, Мирошки просто подарили вот эту каталку, а пацанам подарили пазл. Это мы зашли в канцелярский магазин распечатывать документы и билеты, посадочные талоны. Вот видите, фотокопия. Находится возле Мигроса Большого в Саваре. Все, идем домой. Смотрите, как распогодилось. Вообще красота. Сразу жара такая. Купили все, что нужно было купить. Осталось только собрать чемодан и в квартире убраться. Всегда оставляем после себя чистоту, даже независимо от того, что в этой квартире конкретно мы заплатили денег за финишную уборку. Ну, типа после нас будет клининг в любом случае. Надо все равно достойно квартиру оставить. Так, посмотрите, значит, по аптечке. Вот что мы купили в Турции. Парол, тот же парацетамол. Зиртек купили детский, зиртек купили взрослый. И смотри, что здесь есть. Полисорб, представляете? Вот, так что в Турции есть. Но только была маленькая банка, 12 грамм. В этой квартире мы оставляем гирлянду, которую покупали. И еще елочку. Это будет чисто такой бонус от нас, кто здесь будет жить следующей зимой и встречать Новый год. Им заморачиваться уже не надо будет. У них будет елка и гирлянды на окошко. Так, собрали чемодан. Этот чемодан с собой. Вот, правда, здесь я не знаю, как решать этот вопрос. Торчит скейт. Как-то, наверное, главное, чтобы он там, когда его швырять будет, чтобы он не лопнул. И плюс у нас вот еще чемодан розовый. Это мы отдадим ребятам. А еще собрали два пакета вещей. Куча, короче, всего. Утилизацию. Да, утилизацию отдаем в этот ящик, куда мы скидывали. Еще покупал здесь вот такие новые кроссовки. В итоге, короче, одна нога нормальна, а на второй ноге почему-то мне очень палец жмет. В итоге тоже туда же. В конце видеоролика меня просто не узнать. Я решил прям очень коротко подстричься, чтобы там на солнышке голова загорала. Вот, и прям смотрите, помолодел. Сколько мне здесь лет дадите? Напишите в комментариях. У нас на самом деле осталось последних два штриха. Это забронировать квартиру в Стамбуле и забронировать квартиру на Шри-Ланке. На Шри-Ланке будем делать уже в Стамбуле. А сейчас мы заброним, значит, квартиру в Стамбуле. Мы ищем как можно бюджетнее, но вот нашли неплохой вариант за 2225 рублей. Хорошие очень отзывы. Квартира находится, как мы и хотели, на берегу Мраморного моря. Старый город. Вот, сейчас будем бронировать. Ладно, ребятки, будем с вами прощаться. До нового видеоролика. Нам завтра предстает очень серьезный путь. Увидите в следующем видеоролике. Квартиру вроде забронировал, но почему-то они просят дополнить подтверждение, загрузить туда паспорт. Всегда бронировал, ничего не спрашивали. Да, сынок? Да. Да. Ставьте лайки, пишите комментарии. Поддерживайте выпуск, поддерживайте нас. И увидимся с вами уже в аэропортах из Анталии до Шри-Ланки. Будет интересно. Обязательно погуляем по Стамбулу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok